Я, так сказать, нетрусливый человек. Я танцевал на минах. Вам удалось стереть годы военного лихолетия из своей памяти? У всех моих холсты, как художника, посвященные тем событиям далёкого детства, они практически биографичны. Мы вспоминаем и события 20-го года, вы там тоже героически себя проявили. Вот звание на стол, чёрные очки и скатертью дорога. Что, я покину театр? Это я покину Родину. Ну а почему творческие люди так легко поддаются вот этому негативному влиянию? Если дать мне миллион долларов, то всё искусство будет у меня у ног. Хотела у вас о патриотизме спросить накануне Большого праздника. Я считаю, история нашей Родины и государства, оно позволяет нам сегодня работать над очень острыми проблемами. О чём говорит президент? Не надо лезть в политику. Надо делать свою работу политически грамотно и достойно. Здравствуйте! В эфире программа «Скажи, не молчи» в студии Светлана Смолонская и Виктория Попова. И сегодня у нас в гостях художник, живописец, руководитель студии военных художников Николай Опёк. Николай Афанасьевич, добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Добрый день, добрый день! Спасибо, что пришли. Встречаемся с вами накануне Большого праздника, Дня Победы. Вы, ребёнок войны, родились в 1935 году, когда началась Великая Отечественная. Вам было чуть больше пяти лет, а когда она закончилась, почти десять. Человеческая память, она избирательна. Что-то плохое человек старается забыть, стереть из памяти, что-то вычеркнуть. Вам удалось стереть годы военного лихолетия из своей памяти? Спасибо за вопрос, ибо это воспоминание большого далёкого-далёкого детства. Оно из памяти никогда не уйдёт. Те, кто пережил те годы, которые, как вот моё поколение, это годы, можно говорить так, по-детски – это как бы сказка, но когда начинаешь вспоминать эту сказку в действии, с твоей стороны и со стороны тех оккупантов, которые пришли, знаете, это не сказка. Не дай бог такие сказки увидать следующим поколению, тем более детям сегодняшнего дня. – А самое яркое воспоминание помните? – Безусловно. Самое яркое воспоминание, оно всплывает в работе над холстами. Ибо все мои холсты, как художника, посвящённые тем событиям далёкого детства, они практически биографичны. Отцов наших возраста 45-49 лет, у которых по 5-7 детей. Вот такие ребята были. Уложили спать, мы просыпаемся все, потому что дом от дома рядышком, через дорогу и так дальше. А где папа? На козьбу. Косить ушли. Ну, ушли и ушли. Вы знаете, настолько умно и тактично старшее поколение пришло к этому страшному событию. Поднялись, а отцов нет. И день прошёл, а папа и так и не пришёл. У нас звали отец, иногда папа, иногда отец, а иногда папка. Знаете, всё в куче, и получался папа. А их нет. А где мама, спрашиваешь? Да он придёт, он придёт. И так не пришёл до конца войны. Вот это воспоминание. И самый острый момент – это встреча немцев. Что такое для нас детей немцы? Ну, может быть, придём, мы же тоже играли в войну, знаете, там, с Шапаевцей и Белая. С рогатками, борьба, естественно. А немцы? Кто такие немцы? Ну, взрослые собрались вокруг нашего дома. У нас был маленький бугорок вот такого диаметра. Немольшенький, где-то, ну, сантиметров 80. Вся деревня сошла сюда. Мамы и дети. И дедушки, прадеды, которые с Первой мировой пришли. Вот мой дед Сидор. Он с Первой мировой пришёл с винтовкой, где-то зарыл землю. Все собрались и ждём, откуда они придут. А, Сорша! Жаркий день, жаркое лето, все мы тут стоим. Вся деревня собралась. И мы ждём чего? Мы шастаем, как пацаны, естественно, туда-сюда, с рогатками там. И вдруг появился пыль, 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 пыль. И пыль, она как волшебная. По волшебной палочке она всё время был тихий-тихий вечер. Тёплый-тёплый. Пыль, она идёт вверху столбом. Тихо. Она движется, эта пыль, как волшебная ведьма какая-то. Ну, мы так начинаем прижиматься и к дедам, и к бабушкам, и к мамам, и так дальше. И, наконец-то, они появляются с одной деревни и едут прямо по нашей деревне, Макаровка. Рядышком, метров 150-300, может быть, станция Хлюстина. Это очень пункт такой, через которого не пройдёшь, надо проехать. Они едут сюда. Оттуда поворачивают на эту улицу нашу, она называлась Ворошиловская почему-то. Её меняют до сих пор. И вдруг они подъехали с гармошками все. То есть мелодия подъехала. Остановились вокруг нашей толпы. И вот этот яркий момент я, кстати, предлагал и Птушуку. По использованию иногда вот эту ситуацию, которую я вижу до сих пор все эти лица. Немая сцена. Абсолютно немая. И только те, кто с той мировой войны, говорят, не шевелитесь и не машите ни руками, ни ногами, ничем. Мало ли что. В коляске автоматчик, здесь два. С гармошкой, а этот за рулём. Что делать? Мы, конечно, мёртвая сцена, абсолютно тихо, мы подходим ближе к ним. Они тоже, они поднимаются. На гармошке как играли, так и играют. Тогда с этой нашей девичьей толпы... Вот, знаете, что до сих пор эта сцена, как я говорю, она не проходит почти без слёз. Значит, выходит одна дама, Гончарова Полина. Ей, может быть, было 35. Все мамы, 5-8 детей, 30-37 лет, вот такие, знаете. Она выходит с очумелыми глазами к немцам. Они сидят и играют. И поднимают андарак, и поднимают его до колен, и проходят в танце вокруг первого колясочника. И там дальше 7 или 8 человек. Ну, разведка, вы понимаете. И с таким приплясом. А я рада, а я рада, чтоб видала комарада. Все эти мужики старшего поколения, которые прошли войну, говорят, уходи, уходи, уходи. Она прошла круг, вот с частушкой, подошла к ним. И, знаете, как актриса высшего класса, она ничего не понимала. И вот эта сцена, знаете, или это приветствие, они так подумали, мёртвая сцена у них была, и гармошки становились. И она, мёртвая сцена. Это вообще кино, что я говорю, слушай, сделай эту сцену, потому что я помню, всё лицо я сделаю, гармонию. Это подошёл тогда к ней дед Сидор, это мой, моего отца, отец. Взял под руку и говорит, она, пойдём с нами. Вот это мёртвая сцена. А потом немцы приняли своё дело. Рядом у нас дом, мой дом. Дед через 50 метров, дедодом. Ну, знаете, село. Пойдём, наш дом только что отстроил отец. Только что, буквально месяц мой, накрыли крышу столом и ткали мы, как дети. Пришли в дом. Ну, конечно, мы за ними, мама с ними, и мы все дети с ними в хату. Ну, всё, они, значит, по-немецки. Шлаффен, шлаффен, матка, шлаффен, шлаффен. Что такое шлаффен? Моя сестра, не старшая, средняя, говорит, мама, наверное, завтра они пойдут шляхом. У нас был екатеринский шлях, тот самый екатеринский путь, вы знаете. Говорит, наверное, шляхом пойдут завтра эти. Он шляффен, шляффен. Потом бух на пол и лёг. А-а-а, спать будут тут. Вы век? Солдат приносит охапку сена, уже. Сюда всё поняли, надо век. И только мы начинали уходить, и вдруг раздался детский крик. Я вам скажу, это перепуганные немцы? Откуда раздался звук? Они они имели больше... Мы-то знаем, где. А папка, значит, у нас родилась за неделю до начала войны сестра моя, Валюха, она сейчас живёт и здравствует. А её как делали в деревне, чтобы тут не мешала эта коляска-корыто? Только родился этот человек. Он её подвязывал верёвкой, она уходила, как эскалатор, под потолок. И тут раз-раз на защепку всё, и верёвка там пусть поплачет. Немцы ошибили. Вот я вам скажу, эта сцена была удивительной. Один за автомат схватился, этот сено бросил. Все на потолок. Ну, мама им объяснила, конечно, это моё дитя, они всё поняли по-русски. И говорят, ком сюда опустить, опустили. А там такая крошечка. Бери и выгнали. И четыре года мы сидели сначала в землянку, а потом в бане. Так продолжалось все четыре года войны. До освобождения Дубровинского района, 1944 год. Это крупнейшая операция Багратион, которая, путь её усыпан, я вам скажу, и розами, и кровью. Освобождение только нашего Дубровинского района, только нашего Дубровинского района, это маленький район, это граница России, и мы сразу с Маленщины переходим. Мы не знаем границ, но ходили-то куда надо. У нас в Дубровинском районе насчитывалось во время войны 1642 человека. А при освобождении этого маленького клочка земли, как говорит Александр Григорьевич, он маленький совсем, погибло. Вы знаете, вот это надо вспоминать всегда, мы это держим в памяти, 42 тысячи красных бойцов. Восемь героев Советского Союза. За освобождение вот этого маленького пятачка, в том числе, моей деревни. Николай Фанасьевич, но мы уже поняли, что ваше военное детство, оно предопределило выбор вашей будущей профессии художника. И в Великой Отечественной войне у вас посвящён большой цикл работ. Это и жаркое лето 1941 год, 1941-е купалье, встреча победителей, май 1945 год, моё крещение и другие работы. Понятно, что каждая картина для вас дорога. Может быть, и хорошо, может быть, и плохо, что я выиграл по конкурсу вот эту должность, должность студии военных художников. Я вам скажу, потрясающе конкурс объявило Министерство обороны. Во-первых, я благодарен тем руководителям, начиная от генерала до, будем говорить, рядового солдата, когда пришла мысль создать студию военных художников. То есть военно-шефская комиссия составляла у нас почти 50 человек. Это абсолютно на общественных началах. Мы ездили с лекциями, со встречами, ездили на этюды, на военные учения. Нас приглашали, ибо Леонид Семёнович Мальцев говорит, если вы не будете слышать, видеть военных учений, как вы можете нарисовать? Вы так с пальца? Знаете, это удивительный, образованный человек-генерал. Он знал, что это необходимо. Того же Дударева. – Вашего земляка Даматурга Алексея Анатольевича. – Мы с Лучинком въездили специально. У него две солистки, композитор, и я как художник со слайдами. Откуда появилась мысль создать вот этот очаг культуры на общественных началах – театры, литераторы, поэты, музыканты, художники, артисты? Это целый блок воспитательного значения имел для вооружённых сил. Ибо в армию, как не буду называть количество процентного отношения, как говорил Ленин Семёнович Мальцев, приходят все ребята, достигшие определённого возраста. Есть ребята, которые не знали даже, что такое художник. Я приводил группами курсантов, офицеру, и в том числе курсанту Суворовцеву, в мастерскую Михаила Андреевича Савицкого и говорю – подержитесь за рукав. Через 50 лет вы будете уходить на пенсию, будете вспоминать, что с этим художником мы были знакомы. И с этими произведениями мы будем знакомы. А мне, вот как вы говорите, вот пошёл на экран. Конечно, мне нужно прокомментировать. Даже жаркое лето 41-го года. Знаете, это моё лето 41-го года. Маленькая картинка для, ну, будем говорить, для слушателей и зрителя. Лето. Для нас лето. Война идёт. Вторая неделя. Третья. Это было примерно 4-го июля. В нашу деревню пришли немцы. Уже пришли немцы. А вот это было где-то 10-го июля. Когда через нашу деревню, знаете, железная дорога, Минск-Москва. Берлин, Париж, Минск-Москва. Через нас проходил, да, мы гордились этим. Это железная дорога. Бомбёжки. Мы видели эти бомбы, отрывающиеся, вырывающие всё, что можно было. У нас стоял эшелон ЦСР, потому что от нашей станции, от этой, ещё было ответвление узкоколейки, так называемая. Бомбили по упор. И вот момент такой. Полдень, жарко. Война ещё нету ни немцу, ни наши солдаты идут день и ночь. Я бегу взять воды. Это колодец, наш именной колодец. Ему сто лет. Так называемый колодец Паулюка. Вода чистейшая, можно открывать санаторию. И я бегу с ведром набрать воды. Мама говорит, сбегай, принеси воды. Я прихожу, там стоят солдаты. И я вам скажу, я сделал свинтовку. Это не тот, который я увидел. Не тот. А почему не тот? Он был, винтовка лежит рядом. Рубашка белая, естественно. Порсянки, натертые ноги до крови. Он с сумасшедшими глазами, вот такими вот. Я подошёл набрать воды. Смотрю, он сидит. И как будто он там Бога видит на небесах. Мёртвый. Он ушёл в себя. И я так в страхе побежал. И говорю, мама, там, знаешь, два солдата. Один пьёт воду, а другой сидит. То ли мёртвый, то ли нет, я не знаю. Мама говорит, на, неси им молоко быстренько туда. И сало кусок. Я там изобразил. И сало, и хлеб, и молоко. Потом уже мама пришла. Он очухался, сел и винтовку взял. Действительно взял. Это документальный кадр. Вот они отступают. Ну, вот так вот взятая винтовка. И вот так мужик наливает на себя воду. А это абсолютно... Слушайте, жара невероятная. Вот эта парилка. И они же вернулись при операции. Это я уже тебе сказал. Теперь уже в родственном. Просто, чтобы они вернулись красными бойцами освободить нас и наш колодец. И все легли в нас. Когда мы вернулись с беженцев, нам, детям, сказали бегать вокруг канав. По полю уже вот такая трава. И искать трупы. Вы знаете, сколько... Вот только я с твоим Лёнькой, другом, мы нашли четыре трупа в траве. В канаве около кладбища два. Вам было тогда меньше десяти лет, да? Да, 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 да. Над нами были чуть старшие люди. Один вообще гениальный от природы человек. Он находил мины. Вы знаете, Дубровинский район... Дубровинский район... Очень... Вот последние подорвались на поле, ну, годов сколько? Десять назад. Ежегодно. Потому что у нас были склады, мин. Вот наш один товарищ, ну, будем говорить, вожак деревни был. Он нашёл, говорит, в обеденный перерыв пойдём танцевать. Куда? Мы ушли в кусты, всё было заросшее. Слушайте, он открыл эти ветки кустами. Там вот такая гора противотанковых мин. Они вот такие. Толстые вот такие. И, говорит, они не взорвутся, не бойтесь. И начали танцевать на этих минах. Покуда обнаружили мамы и всё это доложили. Ну, Николай Афанасьевич, конечно, вы рассказываете, и нам это жутко слушать, потому что танцевать на минном поле – это страшно. И мы, конечно же, благодарны нашим дедам, прадедам и тем людям, которые освободили Беларусь. И сегодня мы живём под мирным небом. А мы пока сделаем небольшую паузу. Напоминаю, наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, предлагайте гостей и задавайте свои вопросы. Мы на связи. В эфире снова «Скажи, не молчи» и у нас в гостях художник Николай Апиок. Николай Афанасьевич, мы вспоминаем и события 20-го года. Вы там тоже героически себя проявили, когда поддержали актёра Геннадия Овсянникова и выступили даже с работой в его поддержку, что «Скатертью дорога» называлась эта картина. Люди, которые покидали театр, оскорбляя при этом стариков, которые оставались в нём. Почему в вас эта история вызвала такой отклик художника? Я принял эту тайную весть из театра от своей жены. Когда она пришла, как действительно, как я вспомнил период, вот видите, перекликается детство и уже время сегодняшнего дня. Детство впервые. Я смотрю на неё, говорю, что произошло? Она говорит, театр разваливается. Как разваливается? Флаг там, потом второй убран, а наш флаг, сегодняшний флаг, флаг нашей республики. Я говорю, что ты говоришь, разваливается? О чём? На гастроли? Нет. Уходят. Притём подкачанные, накачанные, знаете, с громом и молнией, как она говорит, уходят. Обозвали. Министра культуры еле ноги внёс. За что? А вот не за то. Решили уйти группу артистов из лучшего театра республики. Театр, который был на пятом месте в СССР, который возглавлял Раевский. 30 лет с чем-то. Мой однокурсник, мой друг и так дальше. Все получали роли, получали звания. Да откажитесь в таком случае. Я говорю, только я не пришёл, я бы внёс предложение. Вот звание на стол, чёрные очки и скатерть у дорога. Я был возмущён больше тех артистов, которые остались. Я, кстати, я звонил трём человеком, потому что два из них, я писал портреты, написал. Я говорю, слушай, я хотел, видел тебя героя, видел гражданина республики через театр. Ты талантовичный актёр. И вдруг ты портишь моё настроение, мою жизнь портишь. Бог с ним. Дам виднё. Я говорю, ты знаешь, что я хочу сделать с тебя великолепный портрет. Задумка хорошая. Наследственность огромнейшая, прекраснейшая вообще для портрета человека, который не просто поверху собранный. Звоню одному. Ну, знаешь, все сказали заявление подать. Почему? Ну, кстати, я двоих задержал. Я молюсь, что я их задержал. Сегодня мы пришли, понимаешь, как блудный сын Рембрандта и молились. Папа, помоги, а папа бы сказал, дорогой мой человек, одеты бог-то все, как сын Рембрандта. Вот иди туда. И правильно сделай. Я поражён, что Овсянников ещё такой мужественный, он юморной человек, и за счёт юмора он снимает вот эту ненависть и злость. У него нет ненависти ни к кому. Но как его опоганили в прессе, мировой прессе, читали, не читали, но все читали, что ты предатель, ты уюда. Слушайте, как можно называть? И потом, кто называет? Ну, вот я лично всех знаю. Там надо было ещё до этого ухода сделать предложение уйти. не тот был директор, министр культуры. Он сам возглавил это звено. Знаете, сам взбег ночи на машине, как называю, кто. Куда увели? Я просто с большим возмущением говорю, Гена, давай сделаем так. Я заканчиваю твой портрет, пусть не в том духе этих крыс отсюда. И мы с ним так чай выпили и говорим, может, как-то не солидно. Я говорю, я сам в злости это сделал, а потом я их убрал. У меня есть один портрет такой, и тот, который я, так сказать, выставляю, я убрал. Это знаете, что такое порыв злости и ненависти. Минутные, конечно. А их увековечивать, я считаю, это лишнее. Это было моё личное отношение к той группе, поскольку у меня в домашних условиях заслуженная артистка каждый день, я через её смотрю, какое состояние. Театр. Какое состояние. Ей тоже было предложено. Но она, знаете, дама, которая родилась в лесу. Да. Понимаете, что? Характер, как у отца, это характер такой, что нет, что я покину театр, это я покину родину. Знаете, такой патриотизм с кровью или с молоком мамы, рождённой в партизанском отряде. Давайте скажем нашим зрителям, о ком вы говорите. Вы говорите о своей супруге Тамаре Апиоке. Она действительно родилась в 43-м году в партизанском отряде. Партизаны согревали её маленькую крошечку своими сердцами, своим теплом. Это ещё одна отдельная история, если разговаривать с вашей супругой о войне. Поэтому понятно, почему у вас был полный консенсус в семье. И когда мы обсуждали вопросы с вами, вы сказали, что некоторые из тех, кто тогда ушёл, потом вы с ними созванивались, и они сказали, что мы заблуждались, мы ошиблись. Это хорошо, что они переосознали, переоценка произошла, правда? И знаете, что там, даже не называю фамилию, но вы можете знать, один народный артист, я говорю, голубчик мой, ты сыграл тысячу раз пана Баковского. Тысячу раз. Я написал твой портрет на тысячном спектакле, не для того, чтобы я там написал портрет, я тебе не написал не тебя, я написал того, он уникально играл образ, уникально. И куда же ты намыливаешься? Ну, он долго думал, долго думал, надо там признать. Долго думал, и я победил. Да? Да. А, он не уехал, но он теперь всё равно не служит театрой. знаете, я думаю так, что вот люди, которые ушли, вот я абсолютно не врач, не психолог, но психолог чуть-чуть, они не могут лечь спать, не мелькнувшие мысль не оставить их в покое. А как там? Ну, позвоню. Вы же понимаете, что здесь Родина, здесь они получили все титулы и звания. Ну, а почему творческие люди так легко поддаются вот этому негативному влиянию? Их винить нельзя. знаете, культура, вся культура, ну, не будем подать Грецию, Рим, она, во-первых, всегда, кстати, вынули цитату Ленина, я не буду её цитировать, была ли она, я тоже не видел его, у меня есть сочинение Ленина, я не нашёл этой цитаты, но нашли те, кто подкачивал и подкачивает сегодня. и долго будет подкачивать, покуда они будут. Они нашли хорошую цитату, прикрылась Владимиром Лениным, что если ты с властью не дружишь, то есть дружишь, ты плохой. И в культуре, и в искусстве. С властью надо конфликтовать. Где нашли эту цитатую, не могу сказать. Но она проникает. Особенно в тот период, когда у нас был, вы знаете, прекрасно, 90-е годы, когда мы раскопали не одни куропаты и сказали, что это смысл нашей жизни. Никто из этих копателей не говорил, что, ребята, мы пережили такой период Отечественной войны, наши деды, и мы сами пережили. Там же это ребята с моего возраста. Где ты был? Пережил. Чего мы ищем? И правильно говорит Александр Григорьевич на сегодняшний день, что бы было, если бы тот 20-й год победил? Да, вот эта группа людей, которые, она и и то вряд ли она бы восторжествовала. Им бы, наверное, пчёлки мёд не носили. Зарабатывай сам. Вот сейчас мы знаем, что им говорят там, сколько вас можно кормить? Где революция в Белоруссии? Где? Нет. Она качается через искусство. Искусство, вернёмся к этому вопросу к вашему, это очень важный проблемный вопрос. Очень проблемный. И, кстати, немножко упущенный. Сегодняшний день, может быть, когда вот народное собрание, я был делегатом этого собрания, я, знаете, что с восторгом присутствовал. Это есть промежуточное звено, где может все слои населения и все учреждения культуры, я-то знаю, почему с культурой за последние два-три года никто, честно говоря, никто из идеологических структур, даже я, руководитель студии военных художников, я прошу с нами встретиться людей, которые несут ответственность за идеологию. Я прошу. Ленин ходил сам, на завод приходил. А у нас, знаете, вот я делаю один холст, он 100% в 20-й год. Надо ли отразить или в живописи, нет, в изобразительном искусстве 20-й год, как вы считаете? Да, да. В литературе надо? Надо, и в кинематографе надо. И многие это делают. Это вообще по большому счёту, если так, по большому счёту, культура должна быть на передовой в этом вопросе, на передовой. У меня было предложение председателя Конфедерации Творческих Союзов, который 20 лет возглавляет это удивительное культурное ну, будем говорить, министерство. Я прошу ему три года назад, четыре, слушай, давайте берем Конфедерацию Творческих Союзов и давайте сделаем воззвание к нашим бывшим друзьям с соседем. Слушай, Метаран, ты же наш, с наших голубых. Давайте посмотрим и послушаем, что ваша, понимаете, культурная программа говорит о том, что вы сносите памятники. А вы снесли нашего Лёшу. Слава Богу, не добрались в Берлине до ума, чтобы снести памятник солдату, освободителю. Кстати, Николаева великолепно прочитала это стихотворение на открытии выставки судьи военных художников. Мощно. И что? Ваше предложение тогда осталось не поддержало. Оно осталось. С культурой надо работать. Это Ленин говорил Луначарскому. А кто работает? Поэтому вот это звено, которое промежуточное между государственной и между народом, вот это собрание, я считаю, что это потрясающая акция в нашем государстве, где мы, вот я даже в Союзе говорю, не надо писать письма и ходить туда к самый верх. Да там вот работы сколько. А вот давай-ка сюда. Ну, Николай Афанасьевич, а Ваша студия военных художников могла бы сделать выставку там 20-й год, отозваться своими силами? Я, так сказать, нетрусливый человек. Я танцевал на минах. Я вот в такой лозунг, можно я произнесу, что культура и искусство это второе крыло государственной идеологии. Потом мощное такое крыло, как первое. Вот эти два крыла, оно держит эту птицу. Надо, она уйдет от врага с помощью этих крыльев. Надо поклевать кого-то, надо поклевать. Я, может, не прав, но... Нет, это, по-моему, хорошая формула. Нужно работать на своем месте, правильно? О чем говорит президент? Не надо лезть в политику. Надо делать свою работу политически грамотно и достойно. Согласна с вами, давайте еще полистаем вашу портретную галерею, которая есть в вашей творческой копилке. Песняр Владимир Мулявин у вас, режиссер Михаил Пташук, композитор Игорь Лучинок, художники Николай Назаренко и Леонид Чемилев, биатлонистка Дарья Домрачева, космонавты Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. Учитывая тот факт, что вы всегда пишите с натуры и только тех, кого знаете лично, кто пополнит вашу галерею? А вот поскольку этот Олег сейчас находится, он был у меня и у меня в Доме фицеров в гостях. Я вам сказал, великолепно встретили. Ну, вы знаете, что все мы гостеприимны, и он такой доброжелательный, великолепный, хороший, молодой, красивый парень. О чем речь? И космос о нем мечтает, и он поэтому летает, туда еще будет летать. Конечно, у меня дипсих. Вот один, второй, третий. Когда у меня была персональная выставка в нашем посольстве, я вам скажу, что Климук и Коваленок, они присутствовали. Там был большой, серьезный форум и космическая проблема, и я там сделал выставку. И Климук и Коваленок, естественно, присутствовали. И вот сейчас у меня третье. Я даже хотел, когда Александр Григорьевич поехал на космодром, поехал на тренировки, я знаю, что раз он там опекает двух этих красивых, очаровательных девочек, то одна с них точно полетит. Я думаю, ладно, не буду заранее делать этот портрет, когда вернется, но когда вдруг остановилась ракета, она не взлетела, потому что спичек не было поджечь. Значит, сутки не взлетело. Значит, знаете, я волновался больше, наверное, как они. Мы все волновались, чем они, да. Конечно, я проследил, я профотографировал, что можно, и я думаю, что на следующий выставок я уже сюда не хотел вставляться, потому что у нас художники делают портреты, уже сделали, уже должны быть выставлены. Но я хочу не просто сделать, а вот решить, знаете, первая женщина от Белоруссии, и вообще первая наша, ей не просто должен быть портрет. Вот села и посидела. Я мог ее сделать, вот она сейчас была у нас, там присутствовала на народном собрании. она очаровательная, красивая, с нее можно сделать конфетку. Но и конфетка не летела в космос. Летела мужественная, сильная женщина. И чтобы побыть в космосе, а я хочу, чтобы она вышла с ракеты, вот я хочу так вот, и чтобы она летела, знаете, женщина от Белоруссии, чем-то надо намекнуть в Белоруссии. Как было, шагала, да, полетела. Так. Знаете, это очень важно. Вот я вам скажу, даже Климук, Коваленок, почему я им в руки, они же не вместе спускались, спускались каждый по-разному, но они сыны нашей земли. Я их соединил в двойной портрет. Климук и Коваленок, один с ручником, я знаю, что, да, у него был ручник, ну, махонький, но ручник, там же граммы вешают, а второй с васильками. Слушайте, это уже технический прогресс Олег. Он работал с этими аппаратами, которые нужно, и где пролетаем, и что-то опробировать, а нас с пробирками, она же не просто полетела так. Знаете, сколько она сделала операций тех, которые нужны лабораториям на Земле, академиям. Поэтому я обязан сделать трипчих, просто нутро хочет. Космический трипчих ваш, да? Хорошее название. Хорошее название. Космический трипчих, честное слово. А мы пока прервемся ненадолго. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал, скажи, не молчи, подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. В эфире снова программа «Скажи, не молчи» и у нас в гостях заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат премии президента, кавалер ордена Франциска Скорыны Николай Опек. Николай Афанасьевич, в нашей студии вы видите картины, которые нарисовал искусственный интеллект. Верите ли вы в то, что и в реальной жизни на смену художникам, вам, вашим коллегам придут нейросети? Искусственный интеллект – это прогресс. Прогресс, будем говорить, и мысли, и технический прогресс. Но прогресс в искусстве он не даст для человеческой души и понимания. Да, он может украсить, он может сделать чудеса, что человеческий мозг может даже не додуматься до этого, ибо формирует человека и структуру человека тот самый очаг, который ему заложила природа и прошлое поколение. Выйти на искусственный интеллект на сегодняшний день после той, будем говорить, живописи, которая ласкает душу не только, допустим, тем, где в основном эта форма, это искусство, как в России и в Белоруссии, да, во всем советском, постсоветском пространстве, у нас была школа, школа классического, реалистического направления и искусства. На этой школе выросли сотни и сотни поколений. На сегодняшний день та школа классического, изобразительного искусства, так называемый классический реализм, внешний, он востребован во всем мире. Я на себе приведу пример. Мне было приглашение с Германии с трёх музеев, с трёх музеев выставиться там. Что я ответил им туда? Скажите, я в форме Пикассо или в форме той, которой я работаю? У меня есть работы такие, ну, все художники хотят попробовать. И, знаете, от всех трёх музеев, начиная от Ганновера и кончая ещё двумя, я получил ответ – нет, только в той манере, которую мы видели в вашей работе. – Ну, да, была потом уже после чрезмерного увлечения авангардом возвращение к реализму. – Конечно. Искусственный интеллект не будет писать, наверное, нет, будет всё делать. Корсины и портреты, и групповые портреты. Всё будет, как полагается искусственному интеллекту. Точь в точь. И родинки, и бровинки, и всё будет, и реснички. Но это будет сидеть перед нами, знаете, железное, деревянное, обаятельное ещё, но не с кем общаться, даже молча общаться не с кем. Сегодняшний вид изобразительного искусства от человека фигурирует. И маленький пример я вам приду. У нас был момент в Союзе художников, когда человек занимал пост секретаря в Союзе художников. И он пригласил из Германии быть куратором нашей республиканской выставки. Я говорю, зачем? А вот а тот куратор, я познакомился, вот он стремился так делать, чтобы только было не так, как было у вас, чтобы реализм не пахло. сделали выставку. Ну и что? Пахнет другим, что можно и не ходить туда. Но они, кураторы из Германии, известные, преследуют цели. Как раз хотела у вас о патриотизме спросить накануне большого праздника. Что это есть такое, Николай? Мы говорили о культуре и искусстве. Как покупают людей искусство? Приведу вам маленький пример из жизни, и это важно политологам знать, и не только политологам, и руководителям страны. Почему я вам говорил, если дать мне миллион долларов, то всё искусство будет у меня у ног. А если я буду ещё политолог, или руководитель и защитник Отечества, они все будут защищать идеологию именно нашего Отечества, они шагу не ступят в идеологию, допустим, того же Зеленского, или не говоря уже об Америке. Шагу не ступят, потому что я их идеолог, если я нормальный гражданин нашей республики. Но у нас об этом никто не хочет говорить. Пример вам приведу. Германия предложила нам Союзу художников сделать у них выставку в очень красивом бизнес-центре. Перед этим эти кураторы прошлись у нас по галереям, но прошлись шумом. Знаете, как удивительно правильно у нас сейчас идеологи и государственные политики, я вам скажу, потрясающе чувствуют зарубежную политическую структуру. Она на хитрости построена, на обмане, на подлости, но только в своих целях. Что они сделали? Они прошлись шумом у нас, два немца закупают, походят по мастерским, закупают всё на свете. Итог какой? Наши ринулись и предложили сделать у нас выставку вашего искусства сегодняшнего дня. Оно очень модно, и вот это модно, реализм, и фатуризм, всё модно. Наши ринулись, что они купили у нас. А у нас они купили. Конечно, наше искусство они купили, несколько работ, но одну купили, вот, может быть, я такой прошедший огневодный, уловил в этом мысль. И думаю, тут есть такая подлость маленькая, зверуха, и так дальше. Мы сделали там выставку, навезли туда реализма, как у нас они сделали, кучу. Красивый, пейзажи, портеты, там, бог, всё знание. И, конечно, те люди, которые работают в дороге Шагала, Шагал это гениально, работа, Ну, модерного, немножечко, модерного, тоже выставились. Дежурит человек там месяц, каждый день ходят, и закупили там только одну работу классическую. Люди уловили мысль, что надо делать туда, и тут же на релизм наш сказали, ну, что, 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 когда я вот курицу на дереве посажу, она несёт яйцо там на голом дереве, берёзе, где-то курицу видят, но её надо купить, чтобы нас свернуть с нашей колеи. И на это клюнут. то есть работают в долгую, просто уничтожая школу, можно так сказать, реализм. Естественно, если покупается, допустим, если покупается, вы поняли, о чём уже мы говорим, правда? Да, да. Это что, какая долгая, длительная полоса, будем говорить, школы искусства. У нас шесть лет академии, только согласно школы религистическое искусство. Это классика, это навсегда, это всё модное, а эта школа навсегда, но её можно уничтожить вот таким образом. Я с вами согласна, знаю нескольких художников, которые остались там, и сейчас работают как искусственный интеллект, штампуя одно и то же. То есть в этом нет ни души, ни сердца, ни школы, это просто заменяет собой искусственный интеллект люди. Я добавлю ещё, извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Знаете, почему, вот мне говорят, почему у вас нет пополнения? Какого пополнения? То есть у нас поколение то, которое послевоенное поколение, военное отработало, оно, знаете, как технический прогресс, отработало, гаек у нас нет уже таких, чтобы закрутить, извертеть это. Мы пришли новое поколение. Я считаю, что мы должны посмотреть на это событие сегодняшнего дня в мире и у нас, и вокруг нас другими глазами. Вот даже то, что я сделал вот этот жаркий лет 41-го года, я не делал штыковую таку. А ведь сотни моментов у нас только штык на штык шло. Но я хотел, чтобы человек призадумался, он вернуться сюда опять, к этому колодцу или нет. Вот надо сейчас, я так считаю, уклон делать на психологию рембрандтовской блудный сын. Он ничего не делает, он просто положил руку на спину. А сколько мыслей там! Вот эта мысль, она исчезла с холста. Есть реклама. Он рукой, ногой, головой за грудь взял кого-то, стукнул в морду и всё. На сегодняшний день не хватает вот этой вот тепла. И мысли. Вы правильно сказали, мысль исчезла с холста, к сожалению. Этот ваш вопрос должен быть поднят на щит всеми творческими организациями. Ибо время такое вот я опять вернусь к этому собранию, на котором я был. Оно как-то на меня произвело сильнейшее впечатление, чтобы нас услышали и чтобы мы сказали. Не надо наверху. Не надо наверху. Я считаю, история нашей Родины и государства, оно позволяет нам сегодня работать над очень острыми проблемами. Даже над этими проблемами, которые были в 20-м году, это год, который даёт нам всей культуре и искусства призадуматься, провести определённые форумы, собрания, обратиться к таким же, как мы в Европу. Почему в Европу? У нас были хорошие контакты, музыкальные, литературные, художественные, выставочные площадки. Почему мы молчим? У нас нет той конфедерации, которая должна работать с окружающей средой, ибо будут они работают с пулемётом у нас. Я вот так считаю. Надо нам не молчать. У нас разрушено, три года рушатся памятники наших красных солдат, я так говорю. Ребята, ну, вы же руководители. Давайте примем решение клички Европе, культуре Европы. Что, это плохо? Это хорошо. Даже в ООН мы имеем право обратиться. Мы страна, которая там присутствует, наш представитель. Николай до свидания. До свидания. А сейчас говорит Николай Опёк. Праздник, который мы ждём, освобождение Республики Беларусь, 80 лет. Это потрясающее событие в каждой доме, в каждой душе живущих на сегодняшний день в нашей стране людей. А у художника тем более. Мы должны ответить на этот праздник своими работами. Слава Богу, что мы все дожили до 80-летия великой победы и освобождение Республики Беларусь. Николай Афанасьевич, ну и сейчас вы услышите привычную для вас фразу. Поставьте, пожалуйста, свою подпись на нашей картине. Учитывая, что искусственный интеллект это говорящий человек только через искусство, я ему так и напишу. Каждому своё. Продолжение следует...